Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас приветствую на каналах Сангельц Нижний Новгород, Казань, Киев. И сегодня мы в очередной раз встречаемся с энергетическим психологом Еленой Акрум. И тема сегодняшней нашей беседы, передачи «Создай отношения заново. Как изменить реальность, если ваши отношения пришли к нулю». И тема эта у нас родилась в преддверии планируемого проведения Елены Агроник вебинара, практического вебинара двухдневного, который так и называется «33 женские премудрости для счастливой жизни». И я уверена, что вот именно наша сегодняшняя беседа и далее то, что будет раскрываться на вебинаре, это касается любого практически возраста женщины. То ли это молодой человек, когда мы только начинаем отношения, либо это уже у нас есть сложившиеся отношения, либо это отношения, которые просто зашли в тупик. И дальше мы, как правило, женщины сидим и не понимаем, что же нам делать. Вроде и разрушать семью, это очень страшно. Особенно, когда есть дети, то это вообще просто невыносимо. Не разрушать, оставаться в этом болоте мы тоже не можем. Так вот, как раз наша передача и тот вебинар, который стартует 11-18 декабря, будет проходить в 17 часов вечера, я думаю, что вам как раз очень сильно поможет. Поэтому сегодня просим вас активно участвовать в нашем чате, задавать по ходу вопросы и ждем вас к нам на вебинар 11 декабря. Елена, добрый вечер. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Очень рада всех приветствовать на нашей передаче, которая, мне кажется, будет, ну, как и все предыдущие, наверное, очень полезна, потому что я очень люблю тему отношений, тему эмоций. И всегда какое-то, мы какое-то совместно находим с вами такое зерно, которое поможет вам в реальной жизни. То есть не просто поговорить об этом. Я очень люблю, когда все прям четко мы по полочкам раскладываем, и получается понятная совершенно система, что делать и как. Вот, но сейчас наша первая тема – это создать отношения заново. Вообще возможно ли это? Потому что я думаю, что вам очень многим, кто в отношениях, знакомо, потому что это ситуация, потому что это очень частая проблема, частый вопрос в отношениях, когда раз, и вдруг вы смотрите, вроде все было хорошо, раз проходит там месяц, два, три, полгода или год, и хоп, и как будто вы пришли к нулю. И вообще непонятно, рядом с вами любимый ли человек. Может быть, разная там ситуация. Может быть, мужчина, например, к вам охладел, и ваши отношения вообще стали похожи просто на отношения соседей. И все задаются вопросом, что же делать, что же, как вообще в этой ситуации жить дальше. Либо уходить, искать какие-то другие отношения, либо все-таки пытаться вот в этих отношениях каким-то образом наладить все. А вот это вот самый главный вопрос, каким образом и можно ли наладить. Потому что с этим очень часто ко мне обращаются женщины. И скажу вам честно, что процентов, наверное, 90 нам удается наладить отношения, даже если до этого вы практически 3 или 4 или 5 лет уже жили как соседи. И то, учитывая, что отношения – это такая живая структура, которая имеет свои определенные циклы, определенные моменты развития. Но если у вас была любовь, и когда-то были чувства, то они никуда не деваются. То есть это как зернышко, оно живет внутри, и его можно возродить. Вопрос как? Первым делом понять вообще, что для вас отношения, что для вас ценного в этих отношениях. И первое – захотеть их возродить. Потому что если у вас нет желания, то мы не сможем теоретически как-то все эти вопросы рассмотреть. Достаточно желания одной стороны. Я уже много раз говорила, что отношения – это дело женщины. Как бы нам не хотелось, чтобы мы с двух сторон это делали, это был бы идеал. Но если вы даже самостоятельно, вот предположим, такую ситуацию часто, ну все, вот были у вас хорошие отношения, потом или ребенок родился, или какие-то возникли трудности, и ваш мужчина вообще вас перестал замечать. Возможно ли только одной женщине возродить отношения? Ответ – да. Девочки, возможно. Практически из любого состояния мы с вами можем постепенно, постепенно, постепенно опять вернуть то, что было. Как? Как это делать? Более подробно мы с вами прям практически займемся вот этим пошаговыми действиями на нашем вебинаре, который у нас будет проходить следующая суббота 11-го, первая часть и 18-го, вторая часть. Там мы прям будем с вами брать и прям по пунктикам делай раз, делай два, делай три и все обсуждать вот эти шаги. Но сейчас, чтобы была тоже вам понятна вот эта система, как мы это делаем, я вам расскажу. Первое. Нам нужно оставить на вот это время, пока мы с вами трансформируемся, оставить своего мужчину в покое и не предъявлять никаких претензий. То есть представить, что вы сейчас выходите и занимаетесь собой, а вот он как существует, как существовал, так и существует в своем режиме. И вы просто наблюдаете за тем, как у вас происходят изменения, что происходит на этой стороне. Что делаете вы? Вы занимаетесь собой, возвращаете себя в состояние позитива и счастья, и радости. И тогда, когда вы вернете себя в это состояние, вы будете обращать внимание, что происходит на той стороне. А на той стороне, девочки, точно будет происходить хорошее. Ну, просто неоднократно. Я уже занимаюсь отношениями больше 10 лет, и это настолько уникально работает, что, ну, просто как чудо. То есть, когда вы изменили в себе ваше состояние, ваша энергия, так как мы много раз говорили, что женская энергия – это как волна, она заполняет все пространство, и вдруг в этом пространстве просыпается ваш мужчина. Потому что, скорее всего, он и заснул, и отношения ваши тоже пришли в фазу сна, только из-за того, что у вас кончилась вот эта зажигательная энергия. Потому что, если вы вспомните, когда мы друг в друга влюблялись, мы были живые, у нас горели глаза, нам хотелось делать что-то друг для друга, какие-то поступки совершать. Но по мере того, как мы живем в нашей непростой реальности, особенно в нынешней, у нас как-то все это происходит, как с горки мы скатываемся. У нас появляются претензии. Мы не берем вот эту сторону, что там вот он мне говорит то-то. Мы вот это вообще оставляем, и смотрим только на себя. И представляем, да, у нас появились претензии, что наш мужчина, он нам этого не делает, он нас как-то не жалеет, он на нас не смотрит каким-то там определенным образом с любовью, не дает нам то, что нам бы хотелось. И у нас появляется огромное количество претензий. Эти претензии энергетические выражаются как такие колючечки или иголочки, которые мы направляем в сторону мужчины. И, естественно, какое-то время, может быть, он может это терпеть, а может и не может. Потому что сейчас, знаете, статистика разводов просто совершенно ужасная. Я на самом деле, мне не хотелось бы в это верить, но 95, слушайте, 95% разводов, да. И я думаю, 5% это на нас, держится на нас, на тех, кто рожден в советское время, потому что там невозможно было разводиться, потому что, ну, можно было, но это было сложно, потому что самообщество всегда было за поддержание семьи. И, конечно, там были разводы, но не в таком количестве, наверное, их было 5%, я могу предположить. Вот, и поэтому первое, что мы делаем, смотрите, мы желаем, то есть у нас есть намерение улучшить наши отношения. Потом второе, так как теперь у вас есть я, я вам говорю, что это сделать можно, то есть у вас появляется, ну, пусть маленькая, но вера в то, что реально это сделать можно, это работает, я этим занимаюсь более, наверное, 10 или 15 лет, и все получается. Раз получается у других, значит, получится у вас. Третье, у меня есть четкая пошаговая методика, как это делать, то есть это не просто слова, а прямо по шагам. Четвертое, у вас есть понимание, что нужно убрать претензии, то есть первое реальное действие, которое вы делаете, вы убираете претензии, и все делаете наоборот, пишите себе списочек, а что же хорошего все-таки еще осталось в вашем мужчине. И вот это вот хорошее качество, потому что, ну, я уверена, что в любом мужчине, какой бы он у вас ни был, если он не прям совсем-совсем алкоголик и не наркоман, вы точно найдете плюсы. Все равно он ходит на работу, приносит вам какие-то средства, каким-то образом заботится, пусть о помещении, там, о лампочках, выполнять какие-то мужские дела. И вы себе тихонечко вот это записываете. Прямо что хорошего есть в вашем мужчине. Это первое практическое задание. Можете заодно записать, какие минусы есть, чтобы вам тоже не казалось, что вы об этом забыли. Но теперь смотрите, еще второе действие такое. Вы обращаетесь только к первому столбику. Второй столбик оставляете в покое. Все минусы просто оставляете в покое, потому что если бы вы представьте такую ситуацию, ну вот если бы у вас вообще не было мужчины, вам пришлось бы выполнять действия как из первого, так и из второго столбика. То есть сейчас ваша жизнь все равно наполовину легче. Или на сколько-то. Поэтому обращаемся к нему за тем, что он может дать, и не обращаемся за тем, что он не может дать. Там понятно, что у всех могут возникнуть разные-разные-разные вопросы на эту тему, потому что совершенно разные возможности у каждого из мужчин. У меня вот вопрос родился уже, и я хочу задать в самом начале его. Есть же такой момент, когда женщина реально понимает, что ей нужно что-то делать, потому что все зависит от нас. Сохраним мы брак или мы его не сохраним? Ну пусть не обижаются мужчины, но от них зависит очень мало, потому что в основном вот у нас так много разводов, потому что мы как женщины стали гораздо легче на это смотреть. Как на свершившийся факт, но не получилось у меня с мужчиной моим, но не получилось. С одной стороны, это легче всего. То есть ты не сопротивляешься, ты ничего не предпринимаешь, ты просто принял это как факт, потому что мне надоел этот мужчина. То есть, как правило, женщина смотрит и говорит, я не хочу ничего, потому что просто он мне надоел, не хочу а я вот у меня такой вопрос а если например женщина реально понимает что она хочет сохранить и она не хочет чтобы она разрушилась но при этом у нее кроме раздражение диких к своей второй половинке нет она жалеет себя она жалеет детей она особенно если придете любят папу но у нее ничего нет вот скажи пожалуйста для таких женщин есть шанс вообще как-то чтобы она могла все-таки захотеть по крайней мере что-то сделать для сохранения брака который она в принципе не хочет разрушить но она не хочет ничего для этого мужчины здесь шанс есть ну да конечно потому что вообще то что с нами происходит в жизни это происходит не просто так даже то же самое раздражение которое возникло в сторону мужчины это именно та ситуация которая является для нее обучающей как мы тоже много раз говорили что здесь ничего не создается просто так то есть и это раздражение которое создалось нам просто нужно в индивидуальной работе потому что вот такие вещи занимаются ну как бы решаются только в индивидуальном процессе до найти ту образующую конструкцию которая называется раздражение и найти где есть ее корни наверняка если посмотреть эти корни идут из детства и наверняка если еще дальше посмотреть они идут либо из семьи то есть повторяется вот эта конструкция в нашей жизни та которая была у родителей либо просто из как бы это как момент который момент обучения и если например эта женщина решит уйти от этого мужчины то если вот этот момент не найти не поработать и не понять вот эту ценность для чего вот это было и не переписать вот эту саму систему отношений то в следующих отношениях то же самое да с вероятностью нам процентов 85 90 будет абсолютно то же самое почему потому что мы это как вирус то есть все вот эти штучки тоже можно с вами говорили не раз обиды раздражение разочарование они идут по нашей жизни как обучающие вирусы они полезны потому что мы через них нарабатываем новые качества но если мы не находим вот эту конструкцию в виде вот этого психологического вируса то она живет у нас внутри и от смены лиц участвующих в нашей жизни мужчин ничего меняет чаще всего единственное бывают реально бывают же такие ситуации что женщина вышла замуж второй раз и у нее другие отношения я тоже анализировал эту ситуацию и она бывает лишь тогда когда в процессе развода а это всегда очень болезненная история как бы ни казалось это просто вроде вы уже и пережили вроде бы уже и это мужчину не любите но вот это все пока разрушается она доставляет так много боли что порой вот в этот момент момент развода и перемен у женщины прорабатывается вот какое-то количество вот этих вирусов они просто сами по себе уходят из-за того что существует огромное количество боли поэтому но вот как для меня вы видите у меня тут тоже написано мой да мой как бы лозунг который называется разводом нет не потому что я против разводов я не хочу никому сказать чтобы там женщины мучились в отношениях просто это настолько болезненный процесс причем он болезненный во все стороны он болезненный для вас для имущества для материального потому что здесь все у нас связано уж я не говорю даже о детях потому что там просто там вообще психологически и дальше если бы мы хотя бы подумали что это только детям вот это тоже очень жалко но дальше дети остается нашими и поэтому нам придется на собой тащить вот эти все травмы детей внуков то что если вы не разрешили вот эту конструкцию например но как ты сказала раздражение да то это раздражение но по-любому к вам вернется но с другой стороны то есть вам все равно придется с ним проработать обязательно но никуда от вас не денется но она придет от внуков от детей или еще откуда с другой стороны поэтому лучше всего понять что нужно делать и проработать то чувство то есть отпустить его как вирус которые у вас накопилось это может быть обида потому что огромное количество обид на мужчин мы накапливаем еще даже не на вот от нашего мужчину а прям момент начала отношений каких-то мальчики были в 15 лет что-то не удалось вот уже обидно мужчин начинается вообще обидно мужчин с обиды на папу и об этом мы тоже обязательно с вами поговорим на курсе и сделаем практику по обязательно по отпусканию обиды на папу и по работе с мужским родом это тоже очень важно потому что папа это первый мужчина если хотя бы вот так усенькая у вас обиды есть на папу вот такая маленькая это вполне достаточно чтобы у вас не строились отношения с ваш мужчин то есть мы это тоже обязательно охватим обязательно вот потому что если получается а если получается что женщина в принципе ну нет у нее там стопроцентного раздражения это мужчины да и она реально может выписать все плюсики шанса не восстановить отношения улучшить их велик правильно велик да я вообще думаю что практически любые отношения если вы поработаете с собой уберете вот эти все минусы поймете четко как устроена мужчина то есть на что они опираются потому что я когда создавал даже вот эту методичку которая называется 33 премудрости для счастливой жизни которые вы тоже получите обязательно в нашем но после нашего вот этого обучающего вебинара я наверное месяца 3 исследовал огромное количество мужчин начиная от строителей заканчивая докторальный наук но и практически все мужчины опираются на одно и то же то есть что им обязательно нужна женщина с позитивной энергией потому что тоже мы говорили я еще раз повторюсь наш маточка наши женские органы созданы так что они аккумулируют всю энергию то есть они такие как соты куда мы складываем все то что есть в нашей жизни и вот представьте если мы складываем негатив девочки вот представьте просто на минуточку да вот сегодня мы обиделись завтра у нас раздражение послезавтра у нас на работе что-то не удалось потом с детьми у нас сложно потом мы ночи не доспали потом нам мужчина не подарил цветы прикиньте чего у нас там внутри и вот этим всем мы наполняем наше пространство потом туда приходит мужчина и мы безумно удивляемся почему же он такой он нас не любит да почему я же почти такая же как было но прикиньте в чем он живет и почему но как бы это наше женское дело заниматься собой вообще родиться женщины мне кажется это многие говорят о этом я бы хотел родиться мужчиной родиться женщиной девочки это благословение потому что наша основная задача собирать наслаждение представляете вот но как основная задача понятно что мы там растим детей у нас какие-то еще есть проблемы там по поводу мужчин одежды еды и так далее там подобное но основная наша цель чтобы у нас были хорошие отношения хорошие дети чтобы мы были успешными собирать наслаждение да в наше время немного сложновато мы согласитесь что если у нас будет такая цель и такая мотивация собирать наслаждение мне кажется наша жизнь будет намного интереснее то есть вы просыпаетесь с утра и понимаете что вам за вот этот день надо хотя бы парочку троечку наслаждение собрать не потому что вы эгоиста не потому что у вас это не потому что вы любите только себя не любите мужчин а потому что это ваше предназначение если вы вот так вот отмотаете свою реальность и даже если у вас там есть дети и еще есть может я есть родители есть еще какие-то куча обязанностей но вот это ваша девочки первостепенное дело если вы хотите быть счастливыми и сделать счастливыми своих детей нам обязательно нужно собирать какие-то наслаждения удовольствие потому что когда мы складываем к себе пусть маленькие радости пусть мы там не знаю послушали красивую музыку оставили себе 15-20 минут в день на то чтобы помедитировать или сделать какую-то ванну или какую-то процедуру для себя или может быть мы нашли время погулять по парку или по лесу посмотреть какой-то фильм все то что у вас вызывает наслаждение и вы раз потихонечку смотрите хоп у вас уже что-то приятное появляется внутри и вы удивитесь просто удивитесь что ваш мужчина тут же это заметит поэтому я говорю что мы их не трогаем занимаемся собой и просто поглядываем а как он посмотрел а что он сделал и чаще всего могу вам сказать по моему опыту происходит такие чудеса о которых даже никто не не подозревал что такое в принципе возможно то есть если там например он не занимался детьми никогда и приходилось там все время это бы ты не занимаешься детьми да это наши дети да вот нам надо вдвоем то как только женщина стала счастливой вдруг он раз и говорит слушай давай я позанимаюсь детьми а ты пойди-ка прогуляйся потому что но мы же все люди мы друг друга чувствовать нам кажется что мы бесчувственны но мы бесчувствуем только потому что нам не хочется этого чувствовать Потому что если у вас внутри негатив, и вы уже его накопили, или вы смотрите на мир через обиду, через раздражение, то у мужчины что остается, если он не хочет от вас уйти? Немножечко подмерзнуть и ничего не чувствовать. Чем это чувствовать? Лучше ничего не чувствовать. И он становится бесчувственным, как сосед по квартире. И просто ходит рядом с вами. Уж какой секс, если у вас такая энергия внутри. Но это вообще не обсуждают. Но зато после вот таких курсов, на которые я вас приглашаю, как мои слушательницы говорят, градус секса в семье возрастает сразу же. Потому что у вас появляется вот этот огонек, вот эта искорка, которую нельзя не заметить. И она сразу оттаивает вот эти многоступенчатые льды, которыми заросли ваши отношения. Ну, как бы, отношения у многих за много лет, они покрываются такими толстыми слоями льда. Потому что там было больно, там было неприятно, там непонятно, что делать. И вот это все, оно так зарастает. Вот. А как только вы начинаете чуть-чуть, понемножку все это оттаивать, также понемножку к вам начинает возвращаться в отношения чувства. И вдруг раз ваш мужчина принес вам цветы, вдруг он вам приготовил ужин, вдруг он встретил вас с поцелуем, чего не было лет, не знаю, там, 10+. Вдруг вы пришли с работы, а он встречает вас, забирает у вас сумочку, приглашает вас в столу и целует вас при входе, представляете? Или отпускает вас куда-то гулять, а сам занимается ребенком. То есть таких чудес может быть необыкновенное множество, потому что на самом деле мы сейчас на вебинаре тоже обязательно разберемся, как устроен мужчина и как устроена женщина, то есть на что у нас акцент. Мы совершенно разные, поэтому часто бывает, что мы просим от мужчин то, что они в принципе не могут дать, потому что у них совершенно другая конструкция. Они заточены на то, чтобы на внешне, чтобы строить мир, строить жизнь, что-то создавать. Они созидатели, а мы наполнители. И поэтому, как только мы расставляем все по своим местам, сразу все медленно, не сразу, прям вот раз и все, так не бывает. Медленно начинает налаживаться, а мы наблюдаем. Мы всегда как бы фокус внимания смотрим. Я изменилась, а что изменилось там? И постепенно все возвращается на круги своя, потому что я тоже хочу вам сказать, чтобы вы знали, что я очень много даже общалась с мужчинами на эту тему. Они вообще не хотят менять ситуацию. Для них это еще сложнее, чем для нас, потому что они люди системные, они уже привыкли жить в одной системе. Им так проще. Даже если мужчина когда-то, упаси бог, идет налево, для него это тоже совершенно не то, что для нас. Для нас он мне изменил, а для него он просто глотнул свежего воздуха. Это представляете, когда вот он живет, живет в одной и той же атмосфере, ему уже вообще невозможно дышать. Но он предан этой атмосфере, он не хочет ее менять. И для него чаще всего, как по разговорам с мужчинами, для них измена это совершенно не то, что чувство своей женщины. То есть это чисто физиологически, как будто чуть просвежится. А сердечно он так и остается преданным своей женщине, поэтому если нам, женщинам, удается простить мужчин, а в моей практике это очень большое, ну как бы большое количество женщин реально прощает своих мужчин за многие-многие какие-то вещи, то дальше семья идет в развитие, медленно мы отпускаем прошлое, потому что прошлого не существует. Это как наш опыт. И если, предположим, ваш мужчина когда-то вам изменил, в этом тоже были какие-то предпосылки для этого внутри вас. То есть была какая-то, какой-то маленький тоже вирус, который привел именно вот к этому. И это тоже отдельная тема про измену, но мне тоже очень хотелось ее указаться, мне кажется, актуально очень. Да, она актуальная тема, нам можно будет ее провести, потому что на самом деле большинство женщин с этим сталкивались, и как простить эту измену, как отпустить это, мне кажется, крайне сложно. Да, 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 это очень сложно, очень сложно. Тут просто простым как бы не отделаешься, но много раз мне мои клиенты задают вопрос, а вообще надо ли прощать? Или может быть сразу прям, но если такое случилось, значит он предатель. Да, он плохой, все, развод и все. А если даже многие остаются из-за детей, то вот эта обида, она черной дырой разрастается и как бы висит, или черной тучей висит над семьей, счастья там все равно нет. Ну, просто какое-то выживание. Это нам тоже вообще никак не подходит, потому что с обидой обязательно надо разобраться, если она у вас была, или на это, или на что-то другое. То есть нам первым делом надо почистить свое внутреннее состояние. Это, конечно, чисто индивидуальная работа девочки, но она тоже не так длительна. То есть это, ну, максимум месяц, может быть, 4-5 консультаций, и у вас совершенно другое состояние, то есть вы как будто, как очищение, знаете, как организм чистят. Но организм, он сам по себе, самоочищающийся, он хотя бы как-то, но он может выводить токсины. А психика, к сожалению, она не научена на то, чтобы каким-то образом освобождаться от обид, от стрессов. То есть там происходит так. У вас все вот эти ваши, как бы, прошлые обиды или эмоции, они все в таком сжатом варианте лежат в черном ящичке и не дают вам спокойно дышать, потому что это очень тяжелые энергии. То есть они как кирпичики. Внутри нас лежат кирпичики, которые не дают нам ни радоваться, ни чувствовать вот эту жизнь, ни наслаждаться ей, потому что мы смотрим обязательно сквозь призму вот этих кирпичиков. И когда мы от них освобождаемся, у вас совершенно другое состояние. И мало того, вы даже многие после консультации вообще не понимают, а на что обижались-то. И чаще всего, знаете, бывает такая очень юмористическая картинка, когда мы разбираем вот это все внутри. И после одной консультации, одной нашей работы, женщина говорит, а что у меня у мужа плохого? Мне кажется, он вообще хороший. Я даже не понимаю, а что у него? Я говорю, так а ты зачем пришла-то? Она, ну да, я помню, что я зачем-то шла. Но вот я сейчас смотрю, вообще у меня оказывается муж-то вообще великолепный. Он и такой, и такой, и такой. Я говорю, да да, я говорила. Она говорит, как я не видел вот этого? А потому что у нас у всех есть вот эти вот как бы биноклики такие с разными-разными стеклышками. Как мы в детстве играли, вот в эту штучку, которая меняется. Калейдоскоп. Калейдоскоп. Да, калейдоскоп. Вот так и тут. Как только убираешь обиды, смотришь на человека. Господи, прекрасный человек. Он и это делает, и это, и это. А пока у тебя есть обида, сквозь нее этого не видно. Это даже вы можете посмотреть со стороны таких людей, которых сейчас огромное количество, сейчас реально сложноватое время. Не хотелось бы мне даже назвать его сложным, оно сложноватое, потому что просто происходит переход. То есть мы с вами живем вообще в уникальное время. И, ну, это же безумно интересно, что будет. То есть пока вообще никто не знает, что будет. Никто не знает. Да, но мы живем именно вот во время вот этого, вот этой перестройки или перехода. Если на это смотреть с любопытством, не с ужасом, то это реально очень интересно. И абсолютно так же вы можете смотреть на свои отношения, как на перестройку. То есть когда вы начинаете вот этим заниматься, вы решаете, что да, я хочу счастливые отношения. Все, это мой выбор. Я женщина, это вообще внутренняя политика, мое дело, я начинаю налаживать внутреннюю политику. Думаете вы. И начинаете просто делать и наблюдать, делать и наблюдать, делать и наблюдать. Все просто. Определенная какую-то систему. Все. И у вас медленно начинает проявляться совершенно другое чувство. И вы даже, даже если вы просто примете это решение, вот поверьте мне, даже если вы сейчас просто посмотрите вот этот наш вебинар и придете домой, подумаете, ну да, все-таки я решил налаживать отношения. Это же мое дело, моя внутренняя политика. И я тут министр внутренней политики. И посмотрите на своего мужчину без претензий, а именно с точки зрения позитивного, что хорошего он несет в вашу жизнь. Даже если вы под этим углом просто будете смотреть, поверьте мне, ваши отношения уже начнут налаживаться, потому что у вас вот это качество, вашей энергии, даже ваш взгляд изменится. То есть вы не так вот посмотрите там, он должен мне то-то, то-то, он мне не дает как жертва, он меня обижает, я ему поддала. А вы... Мы же все свое, мы смотрим, как жертва. Да, а вы посмотрите на него как на ценность и подумайте, блин, а мужчина ведь мой ценный, а как я без него? Ну, либо мне другого придется искать, либо мне придется, как мы с вами говорили, вот этот столбик делать самой. А для чего? Как из мультика, такая корова нужна самому, да? Да, да, да. И такая, такая потом расхвалилась, господи, да я же самому такой мужчине-то нужен, зачем мне кому-то отдавать. Вот так и происходит на консультациях. Иногда ко мне приходит женщина, которая все, она уже подала заявление на развод, она уже вещи собрала, и подружка ей это сказала, там, или моя клиентка сказала, слушай, ну, сходи вот хотя бы на пару консультаций, ну, просто, а вдруг получится. И она приходит такая, вообще даже ни во что не верящая, ну, просто так уже зашла, ну, сказали, ладно, зайду. И вдруг потом, после нескольких консультаций, она говорит, я даже не понимаю, почему ей вещи собрала. Ну, у меня же, вот смотрите, вот, вот точно, как такая корова нужна с мамой. Она говорит, так а зачем я пойду искать-то? У меня же какой хороший, он и вот это, и вот это, и вот это, и вот то. Все. Посмотрел сквозь другой окуляр, увидел другое. А сейчас вот, если вы посмотрите, какое количество людей смотрит на мир через обиду или через страх, сейчас чаще всего через страх. Через страх. Да, и вы попробуете вот этому человеку, попробуйте, даже если вы в самом радостном состоянии, ему сказать, что все хорошо. Да он в лучшем случае скажет, что не все дома у вас, потому что он смотрит-то, понимаете, как, чтобы вы просто увидели вот эту картинку, он смотрит сквозь, оболочку сквозь, то есть у него нет, он, ну, как бы ему недоступна настоящая картинка. Он находится под своим, вот, астрактим боль, вообще все вот эти эмоции, страх, обида, они очень тяжелые, и вы всегда смотрите на мир через вот эту призму, и вам прям все кажется вообще, как через черную бумагу. Попробуйте посмотреть через черные очки, когда солнца нет, посмотрите на мир, и вы увидите, господи, какое все серое, и вообще прям все страшно выглядит. Сняли очки. А мир-то какой интересный, оказывается. Вот, и поэтому, конечно, я девочке рекомендую и разобраться в этом во всем подробненько, и женщинам, у которых есть отношения, и даже женщинам, у которых вроде бы все более-менее в отношениях, потому что никогда не помешает лучше профилактика, чем лечение. Ну да, чем лечение, да. То есть мы с вами все прям разберем подробненько про мужчину, про женщину, про пошаговые вот это изменения. И, конечно же, тем, у кого, кому кажется, что все, ваши отношения пришли вообще к минусу, совсем к минусу, и уже сделать ничего невозможно. Мы сделаем. И девушкам, у которых вообще еще даже может быть нет отношений, это самое лучшее начать с этого момента, понять, что делать, как делать, реально как инструкция для счастливой жизни. И все. Когда вы все вот это освоите, уберете внутри вот эти все блоки, которые мы переняли от своих родителей, в нашей матрице, где тоже все говорят, что отношения это сложно, мужчины плохие, сложные, изменяют и так далее, и тому подобное. То есть вот это мы все переписываем и реально создаем новую реальность в отношениях, новую, которую уже мы можем с вами управлять, именно пользуясь нашей женской дипломатией, которую нам тоже обязательно надо с вами освоить, потому что, ну, представляете, если бы у нас, например, в нашей политике не было бы людей, которые управляли этой политикой очень тонко и аккуратно, а просто там кто-то сказал бы плохое что-то или сделал бы какое-то государство наше бы раз им и атомную бомбу. Ну да, это вот как в семье, да, два кнута сравнения, да? Да, так же, а мы вот, мы как действуем? Мы действуем как немудрые чаще всего дипломаты, да, немудрые. Мы всегда с этой ядерной головкой, которая направлена «Ах, ты мне так, сейчас и я тебя буду разрушать». Но это же вообще не вариант, не вариант нигде, ни во внешней политике, ни тем более в семье, от которой зависит наше здоровье, наше счастье, счастье наших детей, да все зависит. И материальное благополучие, потому что попробуйте, добейтесь успеха, если у вас внутри разрушено, а тем более, что женщина, она вообще, для нее самое важное быть любимой. И я думаю, что вы все согласитесь. Да, причем, смотрите, смотрите, Елена, ведь вот, ну, долгие годы, там, христианство, это была самая большая ценность, это ценность семьи была, да? Да. И получается, что, и, как сказать, страна-то наша крепкая была такая, потому что это было единение, вот семьи, семьи, семьи. А сейчас получается, да, сейчас и так-то время очень сложно, сейчас вообще как никогда нужно все-таки свою семью-то сохранять, потому что и так, ну, все очень сложно. Да, конечно. Все очень тяжело. И в такое тяжелое время еще и детям своим кучу травм нанести, да, самой там все искокоженной быть, да, а все это из-за того, что мы сами, женщины, не хотим меняться. Мы тоже такие же. мы не тоже не хотим. Мы не милые, не существа, понимаешь, мы тоже вот в это влазимся, и тоже идем по накатанной. Просто чаще всего не знаем, не то, что не хотим, потому что я-то тоже мне пришлось потратить. Согласна с тобой, неправильно я сказала. Нечаще всего не хотим, чаще всего не знаем, что делать. В принципе-то нет ничего сложного такого, вот что прям все. Да, мы легче говорим, а, разложусь. Ну, потому что нету никаких знаний, нету пониманий четких, потому что мне пришлось потратить 20 лет жизни, 20. Но так как я рождена в СССР, я как бы не готова была просто развестись с мужем. И поэтому тщательно, тщательно изучала все шаг за шагом, исследовал все возможности, расспрашивал мужчин, исследовал психологические методики, то есть создавал свое вот это направление. И сейчас у меня есть абсолютно четкая система и четкое понимание, как это нужно делать. мне, конечно, очень хотелось бы донести это до максимально большого количества женщин, потому что, девочки, вот я вам точно могу сказать, отношения это просто, это правда просто, там просто надо навести порядок, как в доме. Вот смотришь, хаос, начинаешь, там кусочек, там кусочек, там кусочек, хоп, и все налаживается каждый день, понемножку, по чуть-чуть, по капельке. то, что возможно, то, что от вас зависит, не вот это вот что-то какой-то глобальный мегапроцесс, нет, каждый в своем темпе, но как только вы начинаете туда смотреть и там наводить порядок, вы сами знаете, так как вы все хозяйки, мы все хозяйки, мы сами знаем, вот разобрали маленький кусочек, и оттуда уже свет прям пошел, да, прям такой вот. И жизнь светлее, радостьнее, да? Да, да пусть вот ну какой-то, не знаю, там где-то какой-то уголок привели в порядок, вазочку поставили, что-то салфеточку красивое постелили и уже на душе хорошо. Вот в отношениях девочки то же самое, ничего нового, чуть-чуть наладили, хоп, уже ваш мужчина по-другому на вас посмотрел и у него уже оттаивает, то есть поймайте вот этот процесс, как только у вас чуть-чуть внутри оттаяло, вы убрали там обиды, вот эта все тяжелая энергия, и он уже пришел, он на вас посмотрел, он чувствует, вы другая, та, которую он когда-то полюбил, он же никогда не любил нас таких, которые там с претензиями, со сложностями, мы же любили все легко, мы любили все на вот этом драйве, на светящихся глазах, на каком-то позитиве, на том, что мы хотели сделать жизнь другого человека лучше, лучше, и мы ничего чаще всего не анализировали, просто нам комфортнее было с этим человеком, все, и сейчас, вот правда, Елена сказала, что сейчас особенно надо ценить, особенно, в такое сложное время, не надо наваливать еще сложности на себя, и поэтому, конечно, лучше сохранить, утеплить, улюбить, и доделать свое гнездо до вот этого теплого, какого-то, какого-то поддерживающего, понимающего, какого-то такого согревающего места, куда и вам захочется прийти, и вашему мужчине, и вашим детям, и понемножечку раз там и там тепло, и там тепло, и там тепло, глядя на вас, другим людям тоже захочется тепла, и так наша планета станет теплее, и на ней захочется всех любить, так что, девочки, всех с удовольствием приглашаю на мой вебинар, где я с вами с удовольствием поделюсь всеми знаниями, мы с вами там сделаем обязательно практики, для того, чтобы у вас остались они на потом, практики соединения с женской силой, ощущения энергии мужской и женской, и прям пошагово мы с вами создадим алгоритм и прям пошагово пройдемся по всем моментам, которые очень важны для мужчин, на первом вебинаре мы с вами возьмем плюсы, что делать, и прям по ним пройдемся четко, а на второй день мы с вами пройдемся по минусам, что не делать, и как выходить из тех ситуаций негативных, которые, может быть, уже пришли в вашу жизнь, и поэтому мы вот так вот все с вами разберем, и у вас будет четкое понимание, как, что, почему и зачем, и самое главное, что у вас внутри, благодаря тому, что у вас будет понимание, изменится энергия, и вы всего через пару дней будете уже совершенно другой женщиной, той, которой хочется прийти, согреться, и получить вот этих лучиков любви, которыми, собственно, нам с вами надо делиться. Это наше предназначение в этом мире прекрасно. Понятно, Елена, вы вот еще говорили о том, что, если у женщины есть какая-то даже крошечная обида на отца, если с ней не разобраться, то это вот как раз очень сильно может сказываться на отношениях со своим мужчиной, да? Да, да, вы будете, это тоже практика, и прорабатывать. Обязательно мы, да, сделаем практику. Да, 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 на прощение. Это очень важно, вот я тоже этому не придавала значения, да, многие не придают значения, там, если обиды, там, на отца, лишь это получается параллель, прям такая, да, как связка, такая, что если здесь есть обиды, то это сказывается на отношениях со своим любимым мужчиной, по роду. Да, потому что это как энергия, то есть, если ты не принял как доминушки, то есть, первая доминушечка, это папа, если ты не принял его мужскую энергию, то у тебя здесь как дыра, то есть, дальше уже не может идти энергия рода, и ты, в принципе, у тебя нет возможности принимать, потому что между тобой и вот этим, вот той энергии, которая идет от мужчины, есть промежуток, как, ну, как дыра, энергетическая дыра, и пока ты не заполнишь ее, не примешь папу, невозможно принять, эта энергия даже может идти, может, мужчина тебе ее дает, но ты не, у тебя нет возможности ее получить, так же, как и деньги, то же самое, потому что через папу у нас приходит и материальное благополучие, то есть, мы, в принципе, папа, это принятие, умение принимать, а мама, это умение давать, чувствовать, то есть, и когда мы налаживаем отношения с мамой и с папой, у нас налаживается баланс брать-давать, то есть, мы можем принимать любовь и можем отдавать свои чувства, делиться, поэтому вот это вот очень важно, и мы, конечно, обязательно этого коснемся и сделаем практику на принятие и на отдавание. У нас сейчас уже все время заканчивается, практически здесь молодой человек, я так понимаю, что очень просит ответить, не совсем по теме, можно сказать вопрос, но давайте я его озвучу, потому что, да, и будем заканчивать, у нас сейчас следующее в 17 часов будет встреча с Софией Михайловной Бланк, 18, 18, да, 18 часов, спрашивать, что делать, если меня не любит коллектив, постоянно здоровается, хотя с задержкой жмут руку, впервые никогда не подадут, а еще стараются не общаться, да, тяжело. Ну, все то же самое, то есть, все то же самое, то есть, есть что-то внутри, есть какая-то ситуация, которая нужна отработать, отпустить, какая-то эмоция, которая именно от вас, как бы, ну, вот люди, почему не хотят подойти? потому что есть что-то внутри то что не дает им подойти то есть либо неуверенность в себе то есть что-то создает что-то внутри вашей жизни создает эта ситуация скорее всего это из детства скорее что я могу предположить что это программа отверженность которые я чаще всего работы с творческими людьми потому что и это тоже ее надо принять именно как плюс потому что программа отверженного, когда в детстве не принимали в коллектив, в детском саду, в школе, она дает такую возможность человеку самоустраниться. То есть ему приходится, это очень сложно, очень болезненно, ему приходится развиваться самому, и это удел почти всех творческих людей, потому что иначе невозможно, если ты будешь социуми, создать что-то свое. Эта программа, она прям практически для эволюции, для того, чтобы тебе стать необыкновенным, тебя нужно каким-то образом закрыть от социума. Вот, и нужно просто найти тот момент, я это делаю на индивидуальной консультации, иначе я не знаю, как это можно сделать, потому что у каждого своя какая-то реальность, и нужно найти тот момент, когда вот эта программа создалась, или неуверенность в себе, или программа отверженной, отверженного, или то, что я нелюбим, или нелюбима, понять, что она дала тебе в жизни, и перезаписать вот эту запись в прошлом, та, которая была обучающей, ее перезаписать на новую. И тогда очень медленно, а может и быстро, потому что в данном случае бывает быстро, когда мы меняем программу, то вы сразу переходите на новый виток реальности. И это чувствует окружающее уже, да? Да, да, да. Они считывают, они же считывают нас, как радиоволну. Если от тебя идет радиоволна, я неуверенный. Ну, все такие, ой, фу, неуверенный, да ну. Что-то нам не подходит, не нравится что-то, такой привкус. А когда ты идешь, и ты уверенный, то всем хочется подойти в твое поле, и как будто прикоснуться к тебе, всем хочется прикоснуться к уверенности, и никому не хочется прикоснуться к тому, что там, я нелюбимый, я не такой, я неуверенный, все такие, ой, ну нет. Ну, подсознательно, конечно, никто это не думает головой, но подсознательно все воспринимают нашу радиоволну. И когда мы меняем радиоволну, а, ну, как бы мы реально меняем радиоволну, вот на моих консультациях, и сразу люди совершенно по-другому считывают и по-другому относятся. То есть самое главное, что я могу сказать, что это абсолютно возможно изменить. Прям на 99 процентов. Столк, не могу сказать, это будет не как-то, как это, не скромно. Один процент на скромность оставим. Так что приходите, все сделаем. Ага, спрашивает молодой человек, что да, он хочет записаться на консультацию. Есть ли у вас образование психолога? Скажите, пожалуйста. Да, у меня есть, у меня два образования. Первое у меня авиационный институт, я инженер системы техник, а второе у меня образование профессиональное, психологическое, и плюс к этому у меня еще огромное количество дополнительных образований. Я проходила курсы у Анатолия Некрасова по семейной терапии. Потом я училась на тета-хиллинг, я училась на голографический коучинг, то есть я очень люблю учиться, поэтому я практически освоила все методы новые, которые помогают дойти до сути, и создала еще благодаря вот этому всему свою методику, которая называется ценностная терапия по консультированию, и методику по отношениям, которая называется квантовый метод исцеления отношений. Я тоже как бы на базе вот этого всего огромного количества дипломов, которые я имею, я уже пришла. Извините, я вас прям перебила. Да молодой человек пишет, я боюсь, что будете издеваться, смеяться. Скоро вам точно надо прийти на консультацию. Нет, я буду издеваться, нет, вы что, нет, я просто вижу... Я и говорю, очень много в нем, видите, внутри вот этого... Да, смотрите, я вижу, я вижу глубинную суть, а там не то, что издеваться, смеяться не получится, а просто когда вы сами посмотрите на свою жизнь под другим углом с точки зрения ценности, вам даже не будет, ну, как бы, не смешно и не грустно никак, то есть вы просто увидите цепочку причин и следствия, которые привели вас к каким-то определенным ценным качествам, ценным. Это чаще всего бывает творческая какая-то, креативная такая волна определенная, потом терпимость, ну, чему учатся такие ситуации, силу духа, потому что если вас сильно сжимает, у вас нет выбора, вы либо прогнетесь, либо просто станете сильнее, чаще всего станете сильнее и научитесь как-то противостоять вот этому, выживать, то есть это программа, которая помогает выживать, поэтому не то, что я смеяться не буду, а вы просто сами через мое поле, в моем поле, потому что оно помогает вам, как через призму, увидеть свою жизнь с другой точки зрения, его увидеть. Он пишет, видите, Лен, он пишет, что я парень, да, ему 16 лет, молодой человек, и все в интернете будут смеяться, он думает, что консультация будет вот так вот через интернет со всеми вместе, это индивидуальная консультация. Ну нет, это только, такие вещи делают столько индивидуально, один на один, и об этом кроме меня и вас никто не будет знать, и ну как бы, это всегда такое таинство обязательно, потому что без этого никак нельзя. Это очень трогательно для всех людей, когда касаешься вот этих болезненных струн, это очень, ну как бы очень трогает, очень болезненно, и поэтому, конечно, это только лично, и только в приватном пространстве. Да, и вы понимаете, может быть, это кого-то касалось, пишет, что, ну, я боюсь, что вы запишите нашу консультацию, выставите в интернет, вы что? Слушайте, это тайна исповеди, это вообще, даже если я записываю консультацию, только с разрешения клиентов, и в интернет это вообще выставлять в принципе нельзя, но иногда вот меня просят клиента записывать, чтобы у них была запись, только у них, чтобы они еще раз могли проследить вот этот процесс, потому что там на самом деле очень интересно распаковывать все вот эти ситуации, ну и пока в процессе ты не всегда улавливаешь, многие любят, а так это вообще нельзя делать, это, ну, запрещено, зачем же я буду нарушать, тем более, слушайте, я вообще очень человек такой аккуратный, я очень аккуратно отношусь ко вселенной, потому что я знаю после действий, если ты нарушаешь вот хотя бы прям вот на столечко, тебе потом прилетит вот столечко, поэтому я никогда не, но стараюсь вообще ничего не нарушать, действовать очень экологично, так что не волнуйтесь. Да, у нас уже время передачи подходит к концу, я хотела сказать, что здесь задают вопросы, какова стоимость, я не совсем поняла стоимость консультации или вебинара, уважаемые слушатели, вы можете написать на самгейццентр собакагмаево.ком, вот полина, выше написано, написан адрес электронный, напишите и вы получите полную консультацию или можете зайти, просто набрать в интернете самгейц школа или самгейц университет познания личности, вам выйдет, зайдете на курсы и увидите все, там все предложены, все стоимости, либо напишите на электронную почту, самгейццентр собакагмаево.ком. Елена, я вас благодарю за очень интересную беседу, на самом деле это интересно, на самом деле я тоже уверена в том, что сохранить или улучшить, ну сохранить это понятно, сохранить мы можем отношения таким образом, что если мы будем постоянно их совершенствовать, то есть если мы двигаемся в этом направлении, значит и мы, и наши половинки будут счастливы, наши дети тоже, поэтому ваши передачи достаточно такие теплые, нужные, особенно сейчас, когда нам приходится мороз, пусть центральная часть, да, как говорится, России, но тем не менее, и лучик света, он тоже нужен, поэтому я благодарю вас за очень интересную передачу, поэтому хотелось бы новая, следующая встреча у нас с вами будет проходить в среду, до новых встреч, слушайте для всех, до всего хорошего, я тоже хотела поблагодарить всех, кто в этом участвовал, потому что на самом деле от каждого человека, от каждого из нас, от каждой из нас зависит все, потому что мы являемся такими маленькими частичками, если мы будем светиться, соответственно, вокруг нас все будет намного светлее, поэтому спасибо вам большое, желаю всем счастья, процветания, радости и всего самого лучшего, даже какое бы у нас ни было время, мы можем быть счастливыми, это точно. Всего доброго, до новых встреч и ждем вас на следующей встречи в 18 часов, Софии Михайловны Блок. Всего доброго, до свидания. До свидания.